здравствуйте дорогие друзья в августе 2018 года благодаря поддержке единомышленников и при их непосредственном участии состоялась экспедиция на красивую мечу это не просто река в тульской области в которой по преданию тонули остатки татаро-монгольских войск которых гнали на крыльях победы войска дмитрия донского это обширная территория попадая на которую понимаешь что красивая меча давно уже стала именем нарицательным здесь привычные равнинные пейзажи среднерусской возвышенности резко сменяются почти что горами на которые без специального альпинистского снаряжения порой и не забраться в ходе этой экспедиции мы посетили несколько очень интересных мест и обязательно расскажем вам о каждом из них это будет цикл фильмов взаимосвязанных по смыслу и сюжету не пропустите а то не увидев предыдущих не поймете следующие сейчас же пойдет рассказ об ишутинском городище ишутинское городище находится на крутом утесе у реки с говорящим названием красивая меча территориально это чудо расположено в ефремовском районе на юге тульской области ссылка на карту и координаты места будут в описании под фильмом на youtube канале неофициальная история а сейчас краткая историческая справка городище было названо ишутинским из-за близко расположенной деревни ишутина официальные историки утверждают что именно на этом утесе был расположен город однако никаких достоверных данных нет и как назывался город никто не знает так как утес сам по себе не велик то жители было не более 200 человек славян скифов или сарматов какого рода племени были жители города официальных данных также нет городок был поистине неуязвим для врагов с трех сторон его окружали крутые рвы дополнительно была возведена укрепленная крепость вход в которую с единственной стороны преграждали валы об ушутинском городище на красивой мечи сохранилась интересная легенда крымские татары часто совершали набеги на русь многие русские города и села были ограблены и сожжены а их жители взяты в плен или просто убиты татарам городок всегда казался лакомым кусочком оттого они совершали не одну попытку его захватить что им никогда не удавалось благодаря хитрости местных жителей как только захватчики приближались городу он мгновенно пустел жители городища странным образом исчезали уводя с собой скот и унося продовольствие ни одного человека не было ни на улицах ни в домах обыскав все в округе горе завоеватель обнаруживали только теплые угли в печах казалось только мгновение назад здесь были люди это странное явление настолько обескураживала и пугала суеверных татар что они поспешно оставляли городок а жители вновь как будто из-под земли появлялись там происходившее наталкивает на мысль что людям населявшим ишутинское городище были известны тайные ходы в обширную пещеру или даже сеть пещер однако до сих пор ничего подобного найдено не было имеются данные что в 70-х годах 19 века в этих местах велись раскопки инициатором был казенный крестьянин села слободское белов иван иванович обнаружить разгадку легенды ему как многим другим не удалось в конце 90-х годов 20 века попытку обнаружить пещеру и подземный ход предприняли археологи но безрезультатно в наше время от города на утесе ничего не осталось только земляные валы которые до сих пор хорошо различимы со спутником под утесом на красивой мечи расположилась заброшенная плотина ишутинской газ рядом сохранились каменные руины машинного зала на две машины конец исторической справки легенда мягко говоря не внушающее доверие по средневековой тактике да и не только средневековой город который захватчики не собираются заселять после разграбления обычно сжигали или разрушали дабы следующий поход набег его уже не штурмовать их аналогию легенды хромает скифы и сарматы это максимум четвертый век а татары в этих краях появляются только с 13 века так что без магии официальной истории явно не обошлось если пещера и была то она должна была быть внушительных размеров чтобы вместить и жителей и скот и продовольствие есть версия что ишутинское городище это малоизвестное и малоизученное святилище язычников предположительно для сбора воды а может жертвенной крови а также площадка для жертвоприношения согласно этой версии ишутинское городище не рекомендуют посещать туристам приехавшим в эти края хотя места тут поистине красивые и легенды про язычников туристов вовсе не пугают возможно это всего лишь отпечаток церковных запретов целью которых было полное искоренение языческих ритуалов давайте посмотрим что же там увидели мы заранее хочу отметить что через объектив камеры горы кажутся меньше чем есть на самом деле если смотреть спутниковые снимки то вдоль оврага можно увидеть четыре отчетливых полукруга напоминающих карьер созданный шагающим проторным экскаватором однако если подойти ближе то на склоне горы на вершине которой расположены шутинской городище мы увидим каменные блоки правильной формы более того вся стена оврага чем-то напоминает кладку камень сильно разрушен водой и ветровой эрозией но горизонтальной линии очень четкие и ровные по своему составу каменные блоки пористые но довольно крепкие если отколоть кусок блока то видим однородную структуру из более мелких камней состав блоков чем-то напоминает современный бетон причем до сих пор достаточно крепкий в купе с правильной геометрической формой не остается сомнений что это отливка и таких блоков здесь очень много серый блок очень похож на плиту перекрытия которая просто упала так как стены разрушились до стены оврага и на углах горы также видим блоки но уже желтоватого цвета очень похоже что желтые блоки выполнены по технологии скользящие опалубки время ветер и вода сделали свое дело очертания можно узнать трудно но если приглядеться то сомнений не остается а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 А это вот отливка, вот этот один блок. Вот они, прям видно камни, прям вертикальная линия. Продолжение следует... Очень похоже, что здесь был не просто город на 200 человек или укрепрайон, а тут был целый комплекс сооружений. Правильное очертание оврагов и траншей на противоположной стороне этого ущелья это подтверждают. Как этого не видят археологи и историки, просто непонятно. Также в обломках у подножия горы было найдено много камней, явно искусственного происхождения. На некоторых четко видны пропилы, на других видно, что это отливка. Удивка. 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 тут вообще видны следы отливки и обработки потом как вывод ишутинское городище является следом древней цивилизации жители которой как минимум разбирались в инженерном деле и архитектуре а также владели технологии отливки каменных блоков из материала напоминающего современный бетон само место не ограничивается лишь вершиной утеса все близлежащие враги и ложбинки являются его частью и как я уже говорил все это является единым комплексом сооружений часть которого нам известно как ишутинское городище как обычно заключение фильма предлагаю вашему вниманию небольшую подборку фотографий а я с вами не прощаюсь будет развитие темы не пропустите благодарю за внимание до свидания а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok